Всем здорова! На прошлой неделе в Астане состоялась презентация новой платежной карты от Каспочты. Она кабрендинговая, эта карта, и создана совместно с двумя компаниями. Это Алиэкспресс и Каспочт, соответственно, они скооперировались и сделали свою эксклюзивную карту для жителей Казахстана. Как вы знаете, я житель Казахстана, живу я в Алмате сейчас, с 1 июня сюда переехал из Актобе, и меня позвали на эту самую презентацию в Астану. Поэтому оплатили мне перелет, проживание в охренительном номере отеля. Я ввел трансляцию в Инстаграме в своем, мои подписчики в Инстаграме видели, как там все дело обстояло, им всем было очень интересно. Так что если вы еще не знаете, что у меня есть Инстаграм, то прямо сейчас бегите в описании, тут же подписывайтесь, никаких компромиссов, никаких да, нет, не знаю, ой. Идите и подписывайтесь. Все мероприятие проходило в Новой Меге в Астане, в кинотеатре Чаплин. Было очень прикольно. По-домашнему, по-свойски не было очень много народу, рассчитывали на 80 человек, но примерно 50, наверное, пришло. Была такая непридужденная атмосфера, все друг с дружкой общались, я пообщался с частью руководства Казпочты. О том, что я у них узнал, я расскажу вам ближе к концу этого ролика. Ну а пока расскажу про саму карту, что она из себя представляет. Я понимаю, что данное видео будет интересно только жителям Казахстана, но если вы в нашей прекрасной стране не живете, не являетесь гражданином, то ничего страшного. Я думаю, вам все равно будет интересно узнать, каких высот достигла Казпочта в этом году, какие идеи она реализует и как она развивается. Я думаю, что это будет примером для многих стран. Сама карта выпускается на пластиковом носителе, самое главное в ней это эксклюзивные условия оплаты и кэшбэка плюс купонов для Алиэкспресса. То есть, если вы приобретаете эту карту и оплачиваете на Алиэкспрессе свои покупки, то 1,5% кэшбэка вам возвращается назад наличными на ваш счет на карточку. Также еще для вас будут доступны эксклюзивные купоны, они уже сейчас доступны на сайте post.kz. Я видел, что там даже раздают купоны на 100 долларов на одну покупку для новых аккаунтов. Кроме того, сейчас они проводят розыгрыш. Если вы приобретаете эту карту и до 24 декабря покупаете в интернете на сумму свыше полутора тысяч долларов, то вы будете участвовать в розыгрыше 5000 долларов от визы. Не нужно совершать одну покупку, можно набрать разные мелочи. То есть, собрать у всех родственников всех их хотелки, закинуть все эти хотелки на банковскую карту, всем купить все, что им нужно и при этом получить еще шанс выиграть 5000 долларов. Заказать карту можно, например, на сайте post.kz. Указываешь свой иин, фамилию и имя. Можно забрать бесплатно в ближайшем почтовом отделении самому или сделать так, чтобы курьер прислал тебе ее домой лично в руки. В таком случае нужно будет заплатить какую-то денежку, то ли 300, то ли 600 тенге, но это не важно. Важно то, что сама карта абсолютно бесплатная, первый год обслуживания карты тоже абсолютно бесплатный, нет никаких процентов за перевод. И самое главное, конвертация валюты идет по курсу Коспочты, который максимально приближен к Нацбанку. То есть, вы будете терять деньги на конвертации, но не такие огромные, как в обычном банке или, например, Киви, где курс просто ужасный. У Коспочты теперь появился интернет-банкинг, есть личный кабинет-плательщик, откуда можно совершать переводы, смотреть баланс карты и даже историю транзакций. А самой картой можно платить не только на Алиэкспрессе, но и вообще везде. Это обычная карта. Только с Алиэкспресса вам будут капать всякие ништячки в виде кэшбэка, купонов и доставки быстрой, ну а с других сайтов не будут. Пополнить баланс карты можно с любого банкомата кэш-ин, либо переводом с карты на карту, либо в любом отделении Коспочты, также без процентов. Ну и самая главная плюшка для держателей карт Коспочты, это, конечно же, ускоренная доставка. Доставка с Алиэкспресса грузов любых в любую точку страны теперь будет занимать от 18 до 25 дней. Но знаете, я собрал вас сегодня не по поводу того, чтобы разрекламировать вам эту карту, да, она не самая лучшая возможная во вселенной. Полтора процента кэшбэк не самый большой, который вы можете получить, тот же Letyshops.ru вам даст, может быть, больше кэшбэка. Суть не в том. Суть в том, что я пообщался с руководством этой самой Коспочты и знаете что? Я увидел огонь в их глазах. Вот как лично вы представляете себе руководство почты? В моем понимании это были такие напыщенные дядьки в костюмах под пингвина, очень серьезные. Но на самом деле нет. Руководство компаний по большей части это молодые, горящие люди со своими идеями, с огромным желанием что-то менять и приносить инновации туда, куда, казалось бы, инновации никогда в жизни не дойдут. Они прекрасно понимают, что Коспочта это компания, которая существует и пытается развиваться в условиях 21 века. 2017 год, надо говоря, на носу уже 2018. Рынок уже не терпит каких-то консервативных взглядов на бизнес в целом. Нам нужны инновационные подходы вообще ко всему. Лично я пообщался с двумя людьми. Первый отвечает за e-commerce, к сожалению, я не запомнил его имени. А второй это Машабаев Азад, управляющий по продажам, насколько я понимаю, в Коспочте. Это два очень умных молодых человека, от которых буквально исходит позитивная энергия и очень-очень хорошо разбираются в вопросе. Например, я очень много времени провел с их главным человеком по e-commerce. Вроде бы казалось, e-commerce, как он может вообще какое отношение имеет к самим посылкам. Но нет, человек до такой степени знает структуру Коспочты, что он мне объяснил, как так вышло, что в нашей Коспочте один из самых низких показателей по воровству посылок. Он составляет всего лишь 0,03% от общего числа отправлений. Это очень мало, между прочим. Как выяснилось, алгоритмы пересылки отправлений из точки А в точку Б не менялись еще с 80-х годов прошлого века. И для того, чтобы сократить риски этих самых краж, нужно было полностью переработать весь алгоритм пересылки этой самой. То есть, если раньше, например, вы посылали из Уральска в Семипалатинск свою посылку, она шла не напрямую, а, например, через Алмату или через Астану или еще какие-нибудь пункты. Сейчас алгоритмы более продуманные, и, как я понял, они сперва собирают мелкие посылки в одном месте, и все их везут прямо на другую точку. Они установили видеонаблюдение куда только можно и нельзя, и поэтому следят за своими сотрудниками очень тщательно, и поэтому воровства на Коспочте, ну да, оно, возможно, где-то есть, но его очень-очень мало, всего лишь 0,03%. Это действительно крутой показатель. Второй вопрос, который я задал человеку из e-commerce, не знаю, извини меня, мужчина, я забыл твое имя. То, что как получилось так, что Коспочта была обычной компанией Советского Союза с вот этими пережитками прошлого, тянула на себе все вот эти тяготы и невзгоды, была в достаточно упадочном положении, но вдруг за какие-то пару-тройку лет она стала действительно инновационной. И вы поставили постаматы, сделали супермаркет посылок, это вообще никто в мире до этого не догадался сделать супермаркет посылок, у нас это есть. И он мне высказал очень интересную идею. Он сказал, что когда он только пришел в Коспочту, всем было наплевать, у всех было наплевательское отношение к работе, к чему, ну вообще ко всему. Ты приходил на работу, делал свое дело, уходил, все, ничего у тебя работы не оставляло, работе ты тоже ничего не оставлял. Но когда он пришел, он горел идеей, он хотел что-то сделать для Коспочты, и таких людей он, к сожалению, вокруг себя не видел. И лично мне это очень знакомо, потому что я три года отторобанил в поликлинике от звонка до звонка, и за эти три года я пытался вроде как что-то сделать, но вокруг себя не видел единомышленников. Но в руководстве Коспочты со временем начали сменяться кадры, старые уходили, приходили новые, и так оказалось, что среди новых кадров оказалось 10% идейных людей, которые хотели тоже что-то поменять. Которые не просто приходили на работу, чтобы отторобанить от звонка до звонка и уйти как можно быстрее, быстрее бы пятница, а оставить на работе после себя что-то и оставить в себе после своей деятельности тоже что-то хорошее. И когда таких идейных людей в коллективе перевалило за 10% у Коспочты, то она сразу начала меняться. То есть, понимаете, да? 90% людей делают рутинную работу, а 10% тянут всю индустрию вперед. И тогда я понял, что карта Коспочты это не что-то сверхъестественное, какая-то суперинновационная проделка. Это всего лишь карта, это всего лишь один из шагов, который совершит Коспочта за свою историю и сделает свой сервис и нашу жизнь еще лучше. И знаете что? Эти люди из руководства Коспочты до такой степени меня раззадорили, наполнили энергией, что я решил взяться за свой канал еще более тщательно. Ни для кого не секрет, что последние месяца-два я подзабил на канал, видео стали выходить гораздо реже, обзоры стали однообразнее и меня это стало самого тяготить. Я уже даже подумывал о том, чтобы открыть какой-нибудь параллельный бизнес к каналу. Но ведь изначально зарабатывание бабла не было моей основной идеей. Изначально я хотел донести до людей то, что смартфон не должен стоить дорого. Мы с вами прогрессивное поколение, мы строим общество будущего, где не место инновациям недоступных для каждого. Да, флагманы суперсовременные, вроде iPhone X, Galaxy Note 8, S8, S8 Plus, это очень хорошо и прогрессивно, но это недоступно всем и каждому. И первоначальной целью создания моего канала было донести до людей ту самую идею, что не нужно переплачивать за бренд кучу денег, не нужно покупать супердорогущие флагманы, которые из года в год незначительно меняются, но стоят при этом в два-три раза дороже, чем могли бы. Хороший пример китайские смартфоны. Они такие же инновационные, они ничем не хуже, чем флагманы от А-брендов, но при этом они не стоят же поразделительно дорого. Как показывает мой личный опыт, а я пользовался и Samsung, и iPhone, и T-Gals, за границей очень экзотические смартфоны, они ничем не лучше и не хуже китайских флагманов современности. Тот же OnePlus 5, Xiaomi Mi 6, Meizu Pro 7 с двойным экраном, они гораздо инновационнее и дешевле, чем то, что предлагают нам А-бренды. Да, iPhone X это очень хорошо и круто, но он стоит почти 1000 долларов у официалов и 1700 у перекупщиков. Это невероятно огромные деньги. В будущем, мне кажется, не должно быть места тем инновациям, которые недоступны каждому. Я не хочу покупать флагман за 1700 долларов, но я хочу получить те инновации. И у меня нет другого пути, чтобы получить эти самые инновационные технологии, не заплатив 1700 долларов. И на мой взгляд, и Коспочта, и Алиэкспресс помогают мне приобрести то, что я хочу за те деньги, которые я готов потратить на покупку хорошего смартфона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!